Отлично. Влада, добро пожаловать. Пожалуйста, в твое время. Спасибо большое, ребята. Я Влада, и я алкоголик из Хьюстона. И прежде чем начать говорить, давайте я помолюсь своей молитвой, нашей молитвой. Господи, пожалуйста, оставь в стороне все, что я думаю, что знаю о себе, о других, о 12 шагах. О моей болезни, о тебе, для нового опыта, непредубежденности и лучшего понимания себя, других 12 шагов моей болезни и особенно тебя, дорогой Бог. Интересная тема. Это первый раз, когда я буду освещать эту тему своей спикерской. Я не раз дотрагивала эту тему в спикерских своих, но так, чтобы говорить только об этом, такого опыта у меня нет, да еще 50 минут, поэтому я помолилась и посмотрела на ваши вопросы, вернулась в нашей главе, работая с другими. И, в общем, что из этого получится, мы сейчас увидим. Итак, меня зовут Влада, я алкоголик, и мне сегодня помогает осознавать, что я алкоголик, и, в общем, осознание и принятие этого факта изменило мою жизнь. Моя дата трезвости 11 ноября 2008 года. Как интересно получилось, что меня всегда преследовали цифры 11-11, и я никогда не могла понять, что это для меня значит. И я очень часто обращала внимание на циферблат, и вообще вот 11-11. Потом я узнала, что это какой-то такой спиричуальный, такой какой-то духовный код и так далее и тому подобное. Но вообще то, что 11-го числа и 11-го месяца я протрезвела, это точно не было мной предусмотрено. Это так Богу было угодно. И мне взяло ровно год, чтобы понять, что 11-е, ноябрь 11-й месяц. Мне один наш брат в выздоровлении, как мы говорим, в рекавери, да, подарил кружку, и сам выпек на ней дату моего выздоровления, и он поставил 11-11, ну, соответственно, 2008, да. Это уже был 12-й год, и я называла свое выздоровление 11-е ноября, не придавая значения, что ноябрь, это 11-й месяц. И мы с одной моей подругой посмотрели на это 11-11, и первый раз в год выздоровления я поняла, что моя дата выздоровления 11-11. Я закричала дико, люди испугались, что случилось. Я посмотрела на эту кружку, и наконец-то меня зашло. То есть настолько больная голова была моя, это о чем говорит, что мне взяло ровно год, чтобы понять, что моя дата выздоровления – это то самое число, которое я всегда любила и обращала на него внимание. Ну, немножко расскажу о себе, откуда я и с чем меня едят, да. Я выросла в обычной нормальной советской семье. Родители много пили, но не были алкоголиками. Однако алкоголиками были мои дедушка по отцовской линии, бабушка по материнской линии. Ну, как-то они такие были, ну, такие алкоголики, что все равно дожили до старости, и особо никому не мешали, но мы знали, что им жить нельзя, и вот как бы с этим я выросла. Алкоголь всегда был на столе. Я никогда не видела в этом ничего особенного, мне никто ничего не запрещал. Вообще в советские времена папа занимал высокую должность, там привозились какие-то диковинные напитки, всегда бар был полон, и мне в голову не приходило открыть его и пробовать начать. Вот темы интересные наши все истории, да, что мы все разные, начинается у нас по-разному, но заканчивается все одним и тем же. Я, как это называю, сколь веревочка не весит, все равно совьешься в кнут, потому что начала я 13 лет попробовала, потом 17 лет еще раз попробовала, когда уже все напивались, я еще не испытывала интереса. И, как ни странно, я не стала сразу выше и смелее и всякой разной такой. Алкоголь постепенно входил в мою жизнь, но когда он в нее вошел, он оттуда никогда не вышел, до той поры, пока я не пришла в программу. И среди своих сверстников я была поздним таким ребенком, в плане того, что я позже всех начала курить и позже всех начала пить. Но у меня было такое жизненное кредо, если ты уже начал делать, так делай это как положено, по-хорошему, по-нашему. Уже когда я начала пить, я должна была быть тамадой, я должна была пить больше всех и оставаться последним человеком за столом. Ну, все до поры до времени. Потом мне уже довольно-таки мало, можно было выпить довольно-таки маленькое количество алкоголя, и я становилась пьяной, особенно если она старая и дрожжи. За руль я говорила, зачем за рулем пить, надо выпить, потом садиться за руль. В общем, вокруг этого у меня было много шуточек, либо уточек, пока алкоголь еще был таким веселящим напитком и предающим, предающим такую живую строю в общении. Мне не казалось, что мне это мешает. И наступил такой момент, когда первый мой брак распался, я с дочкой 10 лет переехала в Америку и вышла замуж вторично. Однако причины пить не было, а манера пить осталась каждый день. И вот так было очень странно, что в моем новом браке у меня все время была необходимость выпить. Но я опять же объясняла это тем, что почитайте Хемингуэя, там же у меня денег было немного, но достаточно, чтобы пить каждый день. И за вечер надо было сменить три злачных места, или также после пяти часов там его героям можно было выпить. И я все время находила себе оправдание. Я только не уточняла для себя, что сам Хемингуэй был алкоголиком, и поэтому все вертелось вокруг выпивки в его книгах. Но, в общем, конечно, моему второму мужу это не нравилось, хотя он, конечно, не был образчиком мужчины или, скажем, мужа. Я думаю, что это все равно привнесло свою лепту в то, что наш брак долго не продлился, хотя я все время смеюсь, опять же, хорошее дело браком не назовут, да. Но в итоге я осталась одна с дочерью. Я все равно каким-то образом еще алкоголь оставался моим спутником, но еще не так мешал. Я поступила в университет. Я даже его успешно окончила и получила образование в этой стране. Подтвердила, собственно говоря, то же самое образование, которое имела в России. Московский университет закончив. Но алкоголь начал мне мешать. Алкоголь начал мне мешать. И новые отношения с одним американским другом образовались таким образом, что он поставил мне ультиматум. Или ты не пьешь, или мы не будем вместе. Но он мне очень понравился. Я решила попробовать не пить. И мне довольно-таки успешно получилось не пить с ним ровно год. Потом я, как многие алкоголики, находящиеся в иллюзии, что если ты так долго можешь не пить, то у тебя нет проблемы. Я начала пить снова. И, в общем, каждый раз, когда я останавливалась, я пила все больше и больше. И в итоге я запилась до такого состояния, что я уже не могла ходить на работу. И я стала пропускать рабочие дни. Я все время заболевала неожиданными болезнями. То у меня было высокое давление, то у меня были все время какие-то новые диагнозы. Хотя диагноз, понятно, был один алкоголизм. Но я не могла признаться в этом на работе. Хотя уже я так сегодня понимаю, смотря задним числом на то, что со мной происходило. Я абсолютно уверена, что люди знали, что со мной. И прекрасно понимали в глубине души причины моего отсутствия. Но мне это сходило с рук. Мне это сходило с рук. Но в один прекрасный день мне позвонил мой босс. И сказал, Влада, извини, пожалуйста, но мы должны расстаться. Ты, наверное, понимаешь, почему. Я не стала спорить. Я так обрадовалась. Я думаю, вот это жизнь. Теперь я могу пить, и мне ничего не мешает. Если выпивке мешает работа, брось работу. Да, вот я ее и бросила. И денег у меня хватило пить ровно полгода. И наступил такой момент, когда уже я понимала, что денег больше не будет платить за жилье. Я снимала квартиру. У меня была не моя машина тоже в аренду. Ну, ЛИС, это как здесь называется. И 0,0 на счету. Я совершенно уже обессилела от употребления. Я ездила в Москву в тот год на встречу одноклассников один раз. Второй раз я просто могла доехать только в один конец. И там мама меня встретила и нашла мне женщину, которая приходила на дом. И делала мне капельницы, ставила, чтобы меня, ну, как-то выходить. И меня вливали дважды, вот эти два мои визита, какие-то инъекции. Что если я выпью еще раз, то я умру. Ну, как и первый раз, я потихонечку после встречи с одноклассниками по глоточку стала пить и поняла, что ничего. Нашли дурочку. Нашли чем испугать. И второй раз точно так же. Я после посещения Москвы и потом Кисломодская с мамой, там надышавшись свежего воздуха и думая, что я опять могу в состоянии выпить. И после очередной инъекции я пила уже на обратном пункте в самолете. И я приехала назад в Нью-Йорк с надеждой, что я накоплю 3 месяца трезвости, потому что вот тот самый американский друг, с которым я успешно, конечно, рассталась в итоге, он был когда-то в анонимных алкоголиках, потом он сорвался. И после 12-летнего трезвости снова пил 12 лет. И он вернулся в тот период, когда мы с ним расстались, и он мне все время говорил, ладно, у тебя проблемы, я могу тебе помочь. И вот я думала, что я накоплю 3 месяца трезвости и пойду посмотрю, чем они там занимаются на этих группах, про которые он мне рассказывал, и которые я посетила дважды. Я в состоянии не очень хорошо понимаю, что там происходило в таком состоянии тумана, будем говорить так, и похмелья. И я думаю, я накоплю, и, в общем, тогда мы поговорим там что-то. Я слышала, люди про Бога говорили, вообще-то веселые какие-то были. В перерыве мне одна девочка предложила выпить вина в стаканчике для кофе. Я думаю, хорошо ли кто-то поздоравливает, я не понимаю, что здесь происходит. И начался мой еще очередной запой этого американского друга. Зовут Джек, он до сих пор в программе и трезвый. И мне не оставалось никому больше позвонить, как я позвонила Джеку. Я сказала, где я нахожусь. Я сидела напротив ликерочного магазина и держала бутылку очередного напитка. И понимала, что не могу ни пить, ни ехать за рулем уже не могу. И вообще не знаю, что мне делать. И он взял трубку на мое счастье. Он мне велел пересесть на пассажирское сидение, бутылку убрать. И вот это все, что я последнее помню. Потом я оказалась дома, он помог мне, помог. Он меня дотащил до моего жилья. Он, конечно же, стал, где я живу. И не отобрал у меня бутылку, дал мне ее допить. И вот в таком моменте просветления я помню, что я в каком-то вот тумане. Но я говорю, что я алкоголик и я не буду больше пить. Но он мне сказал так спокойно, я знаю. Хотя, конечно, у него ничего не знал, у меня ничего не знала. Но что случилось? Следующий день, это был 11 января 2008 года. В этот день я не пошла больше в магазин. Я весь день провела на полное практически на коленях. И прося какого-то Бога, если он там где-то существует, помочь мне. Это все, что я могла говорить, помоги мне. Я поняла, что я алкоголик, что я не могу больше пить, что я не могу так больше жить. И вообще жить мне совершенно не хочется. И вот с этого момента, с этого момента началась моя новая жизнь. И с этого момента я начала свой этот путь выздоровления, и который, по милости Божьей, продолжается до сегодняшнего дня. И как в нашей книге написано, я никогда не применяю свой лучший день. Сегодня, вот в эти 13,5 лет, на лучший день, который был в те пьяные годы. На следующий день я пришла на группу. И вот так, день за днем, я стала ходить, я стала слушать. Я, может быть, не все слышала, но я пыталась слушать. Впитывать. Мне говорили, что ты приходи, остальное приложится. Я ходила, я через две недели попросила женщину стать моим спонсором. Их было всего две. В то время в нашей русскоговорящей группе в подвале Бруклина. Одна была постарше, а другая ровесница моей дочери. Ну, я подумала, ну, та хотя бы, которая постарше, ну, хоть как-то. Хотя та, что ровесница моей дочери, она говорила, что у нее уже 5 лет трезвости. Я думала, ну как, ну как? Ну, эта девочка, этот ребенок, и она трезвая, а ты кобыла. Не протрезветь не можешь, что с тобой такое? Для меня это был очень мотивирующий фактор, видя перед собой молодую такую девочку. И вот так мы стали ходить и шагать по шагам. Вот эта Валя, которая продиктовала мне эту молитву, которую я вам сегодня прочитала. Я под ее диктовку две недели трезвости написала эту молитву. Я читаю ее каждый раз, когда читаю эту книгу, потрепанную, всю исписанную, всю заклеенную. Но я читаю эту молитву каждый раз, когда я не всегда вслух с вами, но я ее читаю всегда, прежде чем спикерить или прежде чем читать сама или со спонсорными эту книгу. Я ей тогда сказала, Валя, у меня всего две недели трезвости. Она мне сказала, это не всего, это уже. Я думаю, да, действительно, две недели, это же обалдеть. Ну, как это случилось со мной? И вот так, день за днем, как бусинки на ниточке, стали нанизываться мои трезвые денечки. Она мне сказала, приходи к ней раз в неделю. Я стала приходить к ней раз в неделю. Мы стали читать эту книгу. И я ничего не понимала. Я думаю, что мы читаем и читаем, и читаем, и читаем. Она какие-то мне задания дает. Я говорю, Валя, а первый шаг? Она говорит, ну, мы еще на первом шаге. Думаю, ничего себе. Хожу, 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 читаем, 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 и я все на первом шаге. Как это работает? Но я много вопросов не задавала. Я знала только одно, что если я не буду это делать, потому что все остальное я попробовала, я шанса не имею, наверное, другого жить другой жизнью, потому что жить-то мне совсем уж не хотелось. А тут потихоньку я стала замечать, как вот это желание не жить трансформируется в желание жить и дышать. И я помню это ощущение, когда я еду за рулем, и у меня как будто крылья за спиной я трезвые, даже не с похмелья. Можете себе представить, и странно, я каждый день на протяжении 20 лет я с похмелья. Или я еще пьяная, или я уже пьяная. Ну как? И тут вдруг я даже странно, и вот это чувство было очень новое для меня. Я не хотела его потерять. И вот так она мне сказала, что ты делай, что я тебе говорю, и там увидишь, как это работает. Ну вот у меня было такое слепое, наверное, доверие к моему спонсору, потому что я, возможно, даже поставила первого своего спонсора немножко на пьедестал, потому что у нее были там эти года трезвости. Она меня попросила спикерить самый мой первый раз на своей годовщине. У нее было 16 января, и это было у меня два с половиной месяца. Ну что я могла сказать? Слава Богу, я была не первая, а самая последняя с наименьшим количеством срока. И я там что-то вякала, у меня вот так все внутри тряслось. И я не понимала, что это, зачем это, но я понимала, что раз мне спонсор сказала, надо высказаться, я сделаю это. Или, например, я сидела там тихо в уголочке и молчала, да, мне сказал один американец, я ходила и на русскоговорящие группы, и на американские, садись, говорит, вперед все время и высказывайся. Говорит, Влада, ты драгоценная, но только ты еще об этом не знаешь. Я думаю, во-первых, откуда он знает мое имя? Во-вторых, как он такие слова мне может говорить, что я какая-то? Ну, естественно, узнает моим имя, я там когда-то поднимала, уже руку высказывалась. Есть такие группы, когда там мимо тебя не пройдет. Ты можешь не высказываться, но ты должен поднять руку и сказать, я такой-то, меня зовут так-то, я алкоголик. Или я там пропущу высказывание, да. Но, в общем, я все-таки следовала вот указаниям. Я думаю, что это мне помогло. И так довольно-таки долго и довольно-таки мучительно долго мы проходили по шагам. И я думаю, что мы начали в Аккурат перед Новым годом 2008 и закончили мы в 2010, 9 мая. И я помню это, потому что это была победа над моим алкоголизмом. А почему так долго? Потому что я думаю, что я четвертый шаг писала его несколько месяцев. И очень много мне пришлось писать. И как-то вот это вот было очень все. И вроде бы я выполняла все, как было установлено, но при этом я очень долго-долго. Прошло время, мне показалось, что моя спонсор не так имеет премии и возможность со мной общаться. Потому что один из вопросов, заканчивается ли спонсорство на прохождении шагов. Нет, оно не заканчивается. Потому что я продолжала звонить, и я хотела звонить каждую неделю. Так у нас было установлено. Но раньше, когда мы проходили шаги, я звонила каждый божий день. Это не был обязательно установленный срок в определенные часы. Но я должна была позвонить. Если моя спонсор не брала на меня трубку, я должна была оставить сообщение голосовое. Сказать, что я в порядке и так далее. И я удивлялась, какой смысл в этих звонках. Потому что, тем более, она не берет трубку. Что в этом такого? Она мне говорила, делай, что я сказала, много вопросов не задавай. И я просто делала. И вот я ей звонила каждый день. А потом мы договорились созваниваться хотя бы раз в неделю. Но каждый раз. То она занята, то ей некогда. Она пошла учиться. И я понимала, что мне нужен, может быть, какой-то еще человек, который бы поделился своим опытом еще больше. Я спросила у нее об этом. Она меня всячески поддержала. И я решила взять американского спонсора. Потому что я хотела читать книгу на английском языке. Первый раз, я думаю, что когда я читала на русском языке, мне это было очень-очень благостно. Потому что все слова доходили до моего сердца. Но теперь я хотела больше знания. То есть сердцем я приняла программу, но мне хотелось больше знания в этой программе. И мне посоветовали поездить по ретритам, так называемым. Это с пятницы вечера, субботы, воскресенье, половина дня. Когда группа человека, ну, может быть, 50 человек, 60 человек собираются вместе. И там поискать спонсора. Потому что больше времени вместе, больше количества проведенных часов. И на более глубоком уровне, во время групп идет вот это... Делимся на более глубоком уровне из сердца, что с нами происходит. И таким образом я нашла женщину, которая мне очень приглянулась. И которая откликнулась моему сердцу и выздоровлению на том этапе, где я находилась. Я попросила ее быть моим спонсором. Ее зовут Фрэнни. Она итальянка по происхождению, старше меня намного. И она согласилась с большим удовольствием. И мы с ней стали читать снова книгу, но уже на английском языке. И вот когда я читала на английском языке, есть такой вариант книги, очень удобный, когда с одной стороны здесь текст, а с другой стороны можно делать всяческие заметки. Для себя пустая страница. И вот мне это очень помогло в моем выздоровлении. Я писала для себя, я себе делала перевод слов незнакомых. Также есть такая книга, очень удобная для американских, для англоговорящих, выздоравливающих. Она по каждой странице, это спонсора и под спонсорным занятие. Когда на каждой странице указана не только страница, но и параграф, и линия, на которой написано определенное слово или определенное предложение, что под этим подразумевал автор, скорее всего. Если это вышедшее из употребления, старое какое-то выражение, переводится его современный перевод. И, в общем, вот так помогает тоже работе спонсора и под спонсорного. И вот так мы работали по этим книгам, пока мы не дочитали все до последней главы. И ни традиции, ни концепции я со своими спонсорами не проходила. Традиции ко мне пришли гораздо позже. К нам приезжать стали люди из разных уголков света. На нашей конвенции ежегодной в Акронагае мы отвечаем в День основателей. И там мы образовали свою русскоговорящую конвенцию. После этой большой встречи, где 10-15 тысяч человек, мы остаемся нашим кругом. Начиналось это с 35-ти, с 50-ти. Сегодня у нас до 200 человек собирается. И там у нас много гостей, которые вот из Израиля, так мы с Виталиком познакомились, из России, из Украины, там от всех других европейских стран, русскоговорящие. И вот эти таким образом традиции до меня пришли извне, как это ни странно. Это не значит, что их здесь не проходят. Их наверняка здесь проходят точно так же, но ко мне это пришло таким образом. Там был такой Саша из Санкт-Петербурга. И он очень вовлечен в это изучение традиций. И я попросила его, и мы с ним индивидуально прошли эти традиции. И я, пройдя традиции сама с ним, стала передавать их другим. И когда я передаю их другим, это каждый раз новый толчок тому, чтобы изучить их снова, более глубоко понять их значение и так далее. Точно так же, как и шестой-седьмой шаг оставался для меня очень долгое время таким кивательными такими шагами, потому что не так много о них сказано в нашей книге, пока тот же Саша, например, не стал каждый раз, когда он приезжает, говорить, а дайте-ка я поспекирую до этими возможных, по шестому-седьмому шагу. И он стал это делать, и я стала вникать. Я залезла в книгу «Нашу 12 на 12», и там более глубоко стала изучать. То есть вне зависимости от того, что у меня было и есть спонсоры и изучение по шагам с ними, очень часто твои товарищи в группе, в сообществе, в большом, в широком понимании этого слова, становятся твоими учителями. В частности, моими учителями. И учитель – это не тот, который тебе чему-то учит, а тот, которому ты с удовольствием готов чему-то поучиться у которого. Поэтому вот я, так сказать, нашла свою стаю, и в этой стае я выбираю себе учителей, которые меня могут научить чему угодно. Или это может быть шестой-седьмой шаг, или это могут быть традиции. Я так никогда не изучала концепцию. У нас есть такой Арсений, который призывает всех изучать концепции. Я не дошла еще до того уровня в своем выздоровлении. Поэтому я открыта к этому. И вообще открыта к любому новому освещению и шагов, и традиций, и тем более концепции, которые я еще не изучала. Так вот, я хочу сказать в своем случае насчет моих спонсоров, да. Когда я обратилась, Валя была намного моложе меня. Когда я обратилась к женщине, которая почти ровесница моей мамы, я подумала, да, ну что же я делаю? Вот была такая молодая спонсор, А я иду к такому человеку пожилому, и могу в один день остаться без спонсора. Но у Бога свои планы. И, к сожалению, Валечка умерла, когда ей было 38 лет. И не от нашей болезни. Она умерла от рака. И вот эта моя новая спонсор прошла весь этот период моего прощания с моей Валентиной, которая даже, несмотря на то, что для меня бывших спонсоров и бывших подспонсорами, не бывает. Происходит такое слияние душ, происходит такое соприкосновение на духовном уровне с другим человеком, что для меня это неразрывная связь. Поэтому это известие о смерти Вали меня очень глубоко ранило. И это было для меня горе настоящее. Я уже жила в Хьюстоне в этот период времени. Я поехала на прощание с Валечкой. И моя новая спонсор держала меня за руку. Сквозь весь этот день она прошла, горестно этот день, она прошла вместе со мной. Поэтому вот так Бог посылает людей. Мы не знаем, когда и кто может быть тебе полезен и в какой форме. Ну, дайте-ка я посмотрю на ваши вопросы еще раз. С какими приемами подачи я знакома? Ну, я знаю, что есть такой формат, когда люди начинают выздоравливать, не читая книги. Мы даже тут устроили некий спор с моей сестрой. Рекавери из Огайо. Она мне утверждает, что они выздоравливают в американском сообществе, начали выздоровление. И кому, с кем читать книгу, она мне говорит, когда человек вот только-только протрезвел. Он же еще вот не соображает ничего. Ты проведи его через три шага, ты там дай ему четвертый, пятый сделать, а там посмотришь, надо ему читать эту книгу или нет. У меня нет такого опыта, люди добрые. У меня одна, вторая. Пришла и открыла мне книгу, читай. Понимаешь, не понимаешь, дело десятое. Они говорят, что когда читаешь, происходит что-то с тобой волшебное. Что эти слова превращают тебя из овоща в человека, когда ты их слух произносишь. Причем читает спонсор сама. Я слушаю, и она мне постоянно останавливаясь, задает вопросы, как я это, потому что ориентируясь вот на эту книгу, про которую я уже упомянула, именно так надо делать. Фраза читается, потом она перефразируется, и она говорит, согласна ли ты с этим, идентифицируешься ли ты с этим, видишь ли ты, что это правдивое высказывание, и так далее. Поэтому я другого опыта, дорогие мои, не имею. У меня прием один. Человек пришел в программу, я читаю с ним книгу. Поэтому четвертый, пятый шаг, это, конечно, уже может быть дело индивидуальное, но четвертый шаг, опять же, одна у меня американка и вторая русскоговорящая, да, они мне давали одинаково устроенные таблицы о том, как я, у меня есть вот эти все списки организаций, кто меня там, людей, может быть, я сама или бог, кто меня мог обидеть. И колонки были совершенно одинаковые. То есть сначала я видела, что задето во мне, и я это объясняла. Потом я видела свою часть в этой проблеме, и в конце я, посмотрев на это уже со всех сторон обидчика и мою собственную часть, я находила свой недостаток по каждой ситуации. И начинала выписывать его в пятой колонке. Поэтому четвертый и пятый шаг у меня были очень идентичны, несмотря на то, что они были на рахах языка. Но в четвертом шаге своему первому спонсору я не все была готова сказать, потому что я еще не была так открыта. И те вещи, которые я утаила, я с них начала со своим спонсором, с американским. Поэтому это вполне нормально, когда люди боятся быть осужденными. Самое главное, создать им эту атмосферу, не осуждение, принятие любыми их, какие они есть. Потому что если человек, который хочет с вами поделиться, чувствует, что вы в какой-то степени будете их порицать или осуждать, это может вызвать неполное раскрытие всех тайн и секретов их жизни. Дальше что у нас? Насколько важно начинать по десятому и одиннадцатому шагам? Ну вот вы знаете, я только услышала про десятый и одиннадцатый шаг начинать с них, когда я стала выходить на группы русскоговорящие вот пару лет назад. Мне ни одна спонсор не говорила начинать с одиннадцатого шага. Они мне предлагали молиться, но это не значит, что они мне предлагали идти в десятый и одиннадцатый шаг. Они мне говорили обратное. Каждый шаг находится там, где он находится. Если ты на первом шагу, на шаге, как ты можешь находиться на одиннадцатом шаге одновременно? То есть молитва как инструмент использования, это не означает, что я использую одиннадцатый шаг как выздоровление в начале своего выздоровления. Это означает, что я использую любую молитву, которая мне по душе, чтобы с первого шага перебраться на второй, а со второго на третий, и чтобы подойти к очистке моего инвентаризации в моем хозяйстве. Поэтому ни одна, ни вторая спонсор, и я своих девочек никогда не учила делать десятый и одиннадцатый шаг в своем выздоровлении. Но когда подходишь к десятом и одиннадцатому шагу, когда ты готов, там уже совсем другое. То есть ты устанавливаешь более тесный контакт с Всевышним, с высшей силой, с Богом, как ты его понимаешь. И тогда это становится одиннадцатым шагом. Мне кажется, здесь идет смешение использования молитвы с начала выздоровления или находиться в одиннадцатом шаге, там, где он находится, потому что он находится на одиннадцатом шаге. Он не может быть на первом. Ну, насчет озвонков спонсора, я уже, мне кажется, осветила ежедневно. Было ежедневно, но не в то же время. У меня не было четкой дисциплины, когда я позвоню. Ну, например, в моей ситуации это всегда были вечерние часы, потому что, как я уже упомянула, я лишилась работы, но борт меня трудоустроил с первого дня, когда я приняла решение, что я алкоголик, я попросила помощи, мне позвонили и мне предложили взять один день, потом мне позвонили взять еще два дня и потом еще три дня. У меня вся неделя без всякого конфликта уложилась с понедельника по субботу, и я не приложила никакого усилия к этому и не двинула пальцем, и я это восприняла как божий промысел, что я такой алкоголик, что я должна работать с утра до определенного часа, а вечером каждый день у меня была встреча с нашими выздоравливающими алкоголиками, поэтому я спонсорам звонила всегда после работы в определенные часы, но у меня было в час-два между семью и девятью часами, скажем, или между восьмью и десятью часами вечера, неважно. Да, спонсорство не заканчивается для меня на прохождении шагов, и все, кто со мной заканчивают, теперь я уже подаю своим девочкам традиции после того, как мы проходим шаги, и на этом мы не останавливаемся, у меня всегда телефон теперь на сообщениях по WhatsApp, в течение дня, если это горячая линия, любая из них может оставить сообщение, и я откликнусь как только смогу, если нужен личный разговор, я перезвоню, и мы договоримся, но, как правило, в течение недели мы на связи с каждой из них, и также с моим спонсором я общаюсь, у нас договоренность, я звоню и по средам, вот сейчас уже в определенное время, это говорит о том, что у меня дисциплина стала чуть получше, я звоню своему спонсору по средам в 9.30 вечера, и если она не может или я не могу, мы переносим это на следующий или день после. Насчет того, что концепции я сама так и не прошла, и мы уже это осветили традиции и шаги, сколько может спонсоров быть одновременно? Ну, в американском сообществе я очень часто слышу по спонсор, по спонсор, у меня, однако, спонсор всегда один, но я не вижу ничего плохого иметь доверенных лиц, которые имеют впереди идущих, которые имеют опыт в программе, и которые могут подсказать в момент принятия решений или в момент эмоционального нестабильности или эмоциональной непрезвости, которая до сих пор со мной случается, или когда у меня эмоциональные качели, у меня есть несколько людей, которым я могу позвонить, которые могут меня выслушать и которым я доверяю, и как правило, как правило, я не вижу это может быть немножечко разное совет или мнение, но как правило, если люди полностью поглощены, погружены в программу, это люди, которые мне говорят одно и то же. Я как бы еще раз хочу слышать и закрепить в своей башке, потому что моя голова башкой становится глупой очень часто, когда это касается моих личных интересов. Когда я эмоционально вовлечена, я не могу рассуждать здраво, мне нужны люди, которые эмоционально не вовлеченные в мою ситуацию или в мою проблему, и мне лучше услышать об этом от них. И, конечно, номером один этим человеком всегда остается мой спонсор, который никогда не будет меня только по-шерстке гладить, она честно и искренне мне говорит и говорит вещи, которые я не всегда хочу слышать. И поэтому я уважаю и обожаю своего спонсора. И поэтому кого слушать? Если люди в программе, они говорят одно и то же, кого слушать? вот их и слушай. Может, точно они свою голову больные? Я никогда не увольняла под спонсорных, но меня увольняли. Ах! Ах, увольняли! Одна мне позвонила, и я такая, да, сейчас, по видеозвонку перезвони. Я говорю, да, сейчас. Я звоню с радостью, был субботний приятный вечер для меня. Она мне говорит, я хотела тебе сказать это лично, ты мне больше не подходишь. все без объяснений. Я положила трубку, как я рада. Ужас! Это как кинжал в груди. Что это такое вообще? Что это такое? Ну, порыдала, порыдала, и что? Ну, все. Я учусь, меня Бог учит, что я не должна принимать это близко к сердцу. Я инструмент, но Влада становится сруть на распашку. Слилась воедино с этой женщиной, она же мне теперь такая родная, ну, как же так? Я в тебе нуждаюсь больше, чем ты во мне. Такого же не может быть. Мы же полтора года с тобой в одной упряжке. А кто ее знает? Она не хочет больше. Насильно, мил, не будешь. Скажи спасибо этому опыту и двигай себя дальше. Мы не можем застревать на одних и тех же людях в нашей книге. Какая глоба, ребята? Ну, вот, честно говоря, я же так не смогу сама сказать, потому что здесь уже все прописано пером, не вырубишь топором, потому здесь такие интенсивные работа с другими алкоголиками помогает там, где все другие средства бессильны. Помните, что они очень больны. Я просто у меня подчеркнуты определенные фразы в этой главе, вы понимаете, я сама себе об этом должна время от времени напоминать. Но если я пришла больным человеком, так что они пришли сюда просто так, потому что они хотят познакомиться, люди приходят растерзанные жизнью, больные, душами изувеченные. Ну, посмотрите, если мы смогли бы вот эту болезнь души увидеть в наружной оболочке, наверное, это было бы страшное зрелище, и у каждого она по-своему больна. Поэтому мы точно знаем, что братство наше помогает одиночеству, мы больше не одиноки никогда, и что мы выздоравливаем, но также мы не забываем, что мы больны очень. И мы также помним, что именно алкоголик, который прошел то же самое, который я прошла то же самое, скорее всего, другой алкоголик меня услышит. Я не слышала свою дочку, которая говорила, мама, я тебя люблю, но я тебя не уважаю. Я не слышала свою маму, потому что она говорила, ты меня убиваешь, доченька, зачем ты пьешь? Но я услышала алкоголичку такую же, как и я, женщину, которая имела такую же проблему, которая прошла через такие же пытки алкоголизма. Это же пытка, через которую ты проходишь, но которую ты отпустить не можешь. Поэтому я знаю, что когда я разговариваю с другим алкоголиком, и эта женщина всегда алкоголичка, я предпочитаю также придерживаться этого правила женщины с женщинами, а мужчины с мужчинами, и это очень важное правило. Я знаю, что я, скорее всего, не буду ее критиковать, кого критиковать, и она почувствует это, что я ее не осуждаю, что я ее не критикую, и, скорее всего, в состоянии подавленности, выходя только-только из-за пояс, если эта женщина приходит, у меня больше шансов, я расскажу правду о себе, и, ну, может быть, это коснется ее сердца, да, поэтому, вот, рассказав всю правду, вот у нас тут жирным шрифтом в нашей клопе, это работает с другими, выделено, что я не должна ожидать, что будет принята моя концепция чего-либо, а тем более Бога, потому что у нас есть замечательная возможность выработать свою концепцию Бога, как мы ее понимаем, как я его или ее высшую силу понимаю, но главное, чтобы она, он, были готовы поверить в эту силу более могущественную, чем он, и жить, руководствуясь этой силой теперь, этим новым духовным образом жизни, этими новыми духовными принципами, и это моя задача передать этому алкашу, этой алкоголичке, и, конечно, то, что мы делаем, это должно быть абсолютно с жертвенностью, с внутренним желанием помочь, и никакой корысти, да, потому что мы тут вспоминаем, что у нас есть четыре абсолюта, на которых зиждется наша программа «Четыре кита». Это абсолютная честность, абсолютная бескорыстие, абсолютная любовь и абсолютная чистота. И когда человек чувствует, что ты делаешь это вот из таких побуждений, ну, вероятнее всего, вероятнее всего будет какой-то результат. И что еще в заключении можно сказать? Ну, помнить, что я не Бог, вот это самое главное, я не Бог и никогда им не буду, я маленькая букашка, как говорит одна моя подружка в выздоровлении, и если мне удается передать что-то, что поможет другому человеку и откроет дверь в новую жизнь, ну, значит, это просто шикардос, значит, мне чего-то удалось, мне удалось послужить, и вот это я слуга моего Бога, я слуга моей высшей силы, и поэтому чем больше у меня смирения, чем меньше меня между мной и вот этой полезностью, чем больше я открыта, и чем больше я в контакте с моей высшей силой, тем больше всего, может быть, мне удастся с этим человеком, как-то этому человеку, этой женщине в моей ситуации протянуть руку, и, возможно, она останется трезвой, может быть, может быть, но это всегда на условиях Бога, и я тут ничего не могу поделать, я сделала свою работу и двигаюсь дальше, я не застреваю, если я чувствую, что я уже свою миссию выполнила, я продолжаю двигаться дальше, и ищу еще кого-то, кому я могу быть полезной, и опять полагаюсь на Бога, и пока человек не научится не полагаться на людей, на меня под спонсорный не может положиться тоже, я только лишь для того, чтобы научить этого человека полагаться эту женщину на Бога, потому что, что если завтра со мной что-то случится, и у меня будет какая-то заковыка, и я не справлюсь, и я сорвусь, и пить опять начну, что же теперь, нет, этот человек, придя в программу, должен основную мысль получить от меня, что главная помощь это там, а я здесь маленький посредник, и все на том, и будучи посредником, не переоценивать себя, не выказывать какого-то, не какой-то важности в своем, вот в этой, в своей этой роли, и я думаю, что самое главное, вот это честность, любовь, желание помочь, и желание открыть дверь этому человеку, мне же тоже дверь кто-то открыл, и я хочу, чтобы эти лампочки наших выздоравливающих алкоголиков зажигались, продолжали зажигаться по свету, поэтому я знаю, что точно у меня с Богом договор, я остаюсь в программе, я остаюсь трезвой только лишь потому, что я продолжаю выполнять этот здоров, что у нас договор, я продолжаю помогать другим, а Бог оставляет меня таким образом трезвой. Меня зовут Влада, я алкоголик. Спасибо. Спасибо, спасибо большое, Влада. Друзья, это открыто для вопросов, я напоминаю, вы можете писать вопросы в чате, и я их озвучу, а сейчас я хочу напомнить о седьмой традиции. Седьмая традиция гласит, каждый группе следует полностью опираться на собственные силы, отказываясь от помощи из НЕМ, мы просим вас пожертвовать по возможности для обеспечения расходов группы. Седьмая традиция не касается гостей нашей группы, не являющихся алкоголиков. Реквизиты выложены в чате, обратите внимание, друзья, у нас есть также возможность сделать пожертвования как и на PayPal, также и на карту Сбербанка, реквизиты выложены в чате, спасибо, спасибо большое, Андрей. Друзья, чат открыт, да, вы можете писать, вы можете задавать вопросы, в приоритете будут вопросы касательно нашей основной темы нашего сегодняшнего собрания, темы спосорства, пожалуйста. да, Лада, Виталик алкоголик, огромное спасибо за твой опыт, за то, что согласилась прийти и поделиться с нами своим опытом, друзья, не пишите, напоминаю, единички в чате, не пишите, потому что мы с выключенными микрофонами для всех вопросы задавайте только письменно в чате, вот, так у нас это работает, такой у нас формат, дабы не избежать всяких недоразумений, троллиф, затягивания, время собрания, да, поэтому пишите вопросы в чате, а я их прочитаю. Да, так вот, Влад, у меня есть вопрос, Виталик алкоголик, этот вопрос задавался часто тут на протяжении вот того времени, что мы делаем, вот этот цикл спикерских на тему спонсорства, если подспонсорный начинает зависать, да, в каких-то там действиях, четвертый шаг, он начинает не делать, начинает или пропадать, ты как спонсор, ну, даешь ли ему пинка, чтобы он быстрее шевелился, напоминаешь ли ты о себе, когда человек вдруг пропадает, да, потому что, опять же, есть опыт, говорят, что нет, вот если человек не выходит, все, спонсор, я ему не звоню, я с ним не говорю, это его дело, да, есть другой подход, вот что люди как бы активно о себе дают напоминать, вот какое твое отношение к этому, какой подход, спасибо. Да, спасибо за вопрос, я не остаюсь равнодушной, я делаю попытки человека разбудить, дать волшебного пенделя, иногда это работает, иногда нет, но я принимаю свое бессилие постоянно, что я не бог, но при этом я молюсь за этого человека и я молюсь о поздравлении и я совершаю попытки и в разных ситуациях у меня нет точного рецепта, у меня в разных ситуациях разные случаются количество попыток, но я их совершаю и совершаю до той поры, пока я не понимаю, что человек отчуждается от программы или начинает снова пить, но если человек остается в программе, я стараюсь с ним уже его не слезть, я настойчивая. Да, спасибо, спасибо, Влада, вопрос от Ксении, огромное спасибо за спикерское, поспонсорный сорвался, как ты поступаешь дальше, то есть твои действия, то есть тоже это озвучилось во время этого, что делать, начинать заново, продолжать с того места, с которого сорвался, дать время, чтобы протрезвел, работать, сорвники. Да, сорвники, бывают разные сорвники, сорвники, которые, по сути дела, и программу еще не начали делать, так это не сорвники, да, это люди, которые еще не начали работать, у людей, которые, например, накопившийся опыт прохождения шагов, они зависят на четвертом шаге, что очень популярно, и тогда срываются, но мы не начинаем, может быть, все сначала от него читать до четвертого шага, но мы все-таки пытаемся понять, где, скорее всего, во втором, третьем шаге не сложилось, не срослось с Богом, почему этот срыв произошел. Ну, то есть, нет такого четкого, опять же, рецепта, потому что с годами открывается сердце, и я уже все-таки думаю, что с каждым человеком настолько индивидуально, я иду по тому, как я от Бога получаю информацию, я считаю, что нет вот такого вот четкого ответа, да или нет, да, 50 оттенков серого может быть, для меня самое главное, чтобы человек оставался трезвый, продолжал программу и начинал помогать другим, чем скорее эта женщина начинает помогать другому, вот эта связка закругляется, у моего спонсора есть спонсор, у нее спонсор, и вот подспонсорный, и вот так вот идет, как только начинает работать другим, я уже чувствую, что это более защищенно, главная ситуация, когда ответственность не только за себя, за свою требность, но уже за другого человека, поэтому, чем скорее мы доходим до 12-го шага и перепоручает, передает программу кому-то, тем лучше для этой женщины, для этого мужчины, наверное, но я с мужчинами никогда не работала, в моем ссоре, поэтому я не только про женщин могу говорить вот таким образом, но, к сожалению, есть люди, которые скрываются хронически, и, опять же, ничего не работает, и я бессильна, я помню, что я неплохой спонсор, я просто бессильна, выздоравливаю тех, которые сами, честными, не могут быть сами собой, возможно, это та ситуация. Спасибо, спасибо, Влада, следующий вопрос от Юли из Флорина, привет, Юля. Влада, как ты даешь девочкам 10-11 шаги? Делайте какое-то время, 11 шаг просишь ли ты делать письменно? Да, я первое время делаю письменно, я сама делала его письменно, я вообще писала первые 5 лет письменно, и мне никто не говорил переставать это делать или продолжать это делать, и я сама себе разрешила, я поговорила с Богом, попросила разрешение больше не делать письменно, потому что у меня, насколько он вошел в мою жизнь, что я научилась делать его, и могу делать это уже устно, у меня исписанных огромное количество тетрадей, я переезжала из Нью-Йорка как раз на 5-ти года с трезвости в Техас, и я уже их оставила, и стала продолжать писать, но, да, я предлагаю делать 10-й шаг письменно, но это на выбор человека, я не настаиваю ни на чем, 11-й шаг есть великолепный в аудиозаписи мужским и женским голосом, опять же, это может быть по желанию какой-то хочешь слушать, я люблю слушать оба, и, ну, главное, что человек это бы делал, а письменно ли вкусно это делается, мне кажется, что всегда в начале выздоровления чем больше мы что-то пишем, чем больше мы вот эта связь, если я вслух говорю, даже моя собственная мысль становится какой-то другой, да, если я прописываю ее, а потом еще произношу, она еще становится другой, поэтому очень здорово, если люди более податливые и соглашаются писать, а потом еще озвучивать тебе этот десятый шаг по телефону, например, да, если мы не рядом, мне кажется, это очень большая польза на здоровлении, но я не настаиваю на этом, это как одно из упражнений, например, Валентины, было 80 с лишним недостатков, надо было мне, это было беззалобно, мне надо было написать синоним, антоним по этому слову и написать предложение с этим словом, иначе она мне не открывала дорогу в пятый шаг, я возмущалась страшно по этому поводу, я считала, что это ну абьюз, что это такое вообще, мне заняты человеку, я уже 6 дней недели работаю, и у меня такое ожидание, она мне сказала очень четко, когда ты будешь спонсором, тогда ты будешь, а ты мне будешь писать, и если ты хочешь со мной работать, ты будешь это писать, я смотрела на нее и думала, пейма, и я писала, но я своим девочкам никого не насилую, я им даю пожелания, из всех, которые у меня когда-либо были, одна с удовольствием написала, а другие сказали, ну извини, пожалуйста, я эту лупость не помню, поэтому индивидуальный подход во всем, спасибо. спасибо, спасибо, Влада, Олег спрашивает, что бы ты порекомендовала идущему по шагам, если его спонсор редко читает, ну то есть, я понимаю, так редко читает книгу, ссылается на занятость, переносит даты встреч, меняет время встреч, короче, у спонсора нету времени, и я хотел бы поменять спонсора, поменять спонсора исключительно, не может быть спонсором, у которого нет времени, если у меня нет времени, я не могу быть спонсором. Следующий в догонку вопрос тоже по этой теме, тут был вопрос, вот ты, какое количество, есть ли у тебя какое-то ограничение по подспонсорным, да, то есть, есть ли у тебя какой-то лимит, отказываешь ли ты людям, когда ты видишь, что у тебя нету времени, или ты стараешься найти время для всех, вот как это у тебя? Ну, у нас, да, у нас написано в другой книге «Отпустить камень», что мы не можем быть всем и вся, и мы не можем быть на всех собраниях, и мы не можем всем помочь, это невозможно, поэтому я стараюсь быть реалистичной, если у меня нет достаточно времени, я хочу хватить необъятное всегда, это так же, как я всегда хотела выпить море выпивки, но замерз попадала до того, как еще это море заканчивалось, поэтому я буду реалистичной, и я могу, вот сейчас, в данный момент жизни, я могу только одного человека иметь, с которым я активно работаю по шагам, остальные, которые у меня уже, девочки, проведены по шагам, и по традициям, мы просто на связи, они не забирают такого количества времени, а новенького человека по шагам я могу проводить только одного в течение того времени, пока мы не закончим это, но у меня бывало так, и бывает до сих пор, когда ко мне вращаются два-три человека одновременно, и мы работаем по шагам вместе, мы распускаемся на четвертый, пятый шаг, и потом, если нам удается, мы начинаем, точнее, мы продолжаем по шестому, седьмому и дальше шагам, и так, такой опыт у меня тоже бывал, поэтому, я, да, я учусь говорить нет, с любовью, но не так, чтобы бросить эту женщину, я, во-первых, разговариваю с моими подопечными, кто может предложить свою помощь, с сестрами в программе, кто может предложить свою помощь, я остаюсь этому человеку доверенным лицом, я на пульсе держу этого человека, пока не уверена, что эта женщина в порядке, что она вовлечена в программу, что с ней занимается кто-то, я никогда не скажу, нет, дорогая, извини, нет, 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 не так, нет. Спасибо, спасибо, и Александр спрашивает, ну, во-первых, он благодарит, и вопрос так звучит, если подспонсорный после прохождения шагов хочет созваниваться, поддерживать дружку, как быть, отказать или постоянно брать трубку и выслушивать его, ее, и это в продолжение вопроса, то есть, где заканчивается спонсирование, заканчивается ли оно, как вот этот вот процесс, уже после того, как закончили читать книгу, даже 13 шагов дальше. Ну, я исхожу из опыта и переди идущих, люди, которые по 30-40-50 лет трезвости, они все время говорят, что у них спонсор до сих пор есть, они же не проходят с ним все время, да, шаги, 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 они проживают шаги, шагами свою жизнь меряют, да, а спонсор остается как доверенным лицом, направляющим источником Бога для них, человеком, который небезоговорочно продолжают доверять. Если я не доверяюсь своему спонсору, брошься на такому спонсорству, если для меня это не проводник от Бога, если я не почувствовала вот этого контакта в течение работы по шагам и в течение моего вот этого процесса выздоровления, я звоню спонсору, потому что Бог ко мне не явится и не скажет, ну, привет, Влада, ну что, давай обсудим твою ситуацию наконец-таки, как ты докатилась до такой жизни, да, я звоню спонсору, чтобы от моего спонсора устами моего спонсора услышать Бога. И если у вас такой связи не установилось, ну, значит, ищите другого спонсора. У спонсора это по жизни, как и Бог мне нужен по жизни. Да, спасибо. Спасибо. Вопрос. Нелли спрашивает. 28 дней трезвости. Благодарю. Сейчас без спонсора. И я хочу взять того же спонсора, ну, как я понимаю, который был до срыва, но она не хочет. Она говорит, все отдала. Что делать? в ситуации с Телечкой я просто Нелечку хорошо знаю лично. И, конечно, я понимаю, что в некоторых ситуациях так кажется, что ты уже человеку все дал, и что я еще могу сделать, если человек продолжает пить, да. и нельзя ограничивать выздоровление, наверное, может быть, у кого-то, она права, наверное, эта женщина, что, может быть, у кого-то есть что-то, что оставит эту, этого алкоголика трезвым. Может быть, что мне не хватило, может быть, я не была вот тем достаточным инструментом, чтобы помочь, да, кто-то будет, но я, надо же оставлять такой шанс, потому что для срыва, для срывника, по-моему, надо любую возможность использовать, и, ну, если человек не хочет, ты не можешь настаивать, я тоже могу сказать, что я, мне кажется, все отдала, наверное, попробую кого-то еще, вот эти уста, которые гласят Божьим голосом, возможно, проводником может стать кто-то еще, это же так и есть, надо пробовать, надо пробовать еще кого-то. Да, спасибо, Влада, Виталий, алкоголик, у меня вот по ходу этого вырисовался вопрос, как бы, продолжение по этой теме, то есть, мне тоже очень часто приходится слышать, я хочу или мне нужен такой-то спонсор, да, то есть, человек, вот это вот, как бы, есть некое представление, понимание, что я знаю, какой спонсор мне нужен. Как ты считаешь, вообще, вот, в выборе спонсора, чем более правильно руководствоваться человеку, да, тем, что мне кажется правильным, как подспонсорным, да, или просто, ну, вот, как написано у нас в программе хвататься с отчаянием утопающего за то, что есть, да, кто предлагает помощь, вот так, как это. я думаю, здесь может быть любой подход, если человек живет как где-нибудь на непосредственном острове, он будет хвататься за любого первого попавшегося, чтобы остаться трезвым, и так и делали наши родоначальники наших программ, да, но сегодня у нас, конечно, такой выбор, мы избалованы, я думаю, что мы просто избалованы, хочешь такого спонсора, хочешь такого, хочешь золотую рыбку, она три желания, а вот серебряная только два исполняет, хочу блондинку с длинными волосами, я тоже хочу, чтобы у меня волосы выросли, да, но это смешно, потому что ты выбираешь себе спонсора, у которого есть то, что хочешь, что тебе хочется иметь, но если у меня длинные свои волосы, крашеная блондинка, неважно, и значит, что у тебя выросли такие же волосы, да, или так далее, поэтому, но я думаю, что скорее всего, скорее всего, если ты делаешь то, что должен делать по программе, и смиренно, смиренно призываешь Бога со всей, на что способен честностью, Бог пошлет такого спонсора, который нужен тебе непосредственно, если у тебя есть вот это серендипитие, если ты восстановил вот эту интуитивную прозорливость, начинаешь вот это понимать, интуитивно, да, начинаем чувствовать, что воля Бога для меня, и если я уже, вначале у нас нет такой возможности, поэтому там, бум, какой спонсор, по-моему, достался такой есть, бери и не раздумывай, чтобы трезвым остаться, если заходишь до такого момента, потому что мы постоянно духовно хотим развиваться, если ты хочешь спонсора, которым бы тебе вот это что-то дал, чего бы тебе так хотелось, да, и смиренно вопрошаешься с честностью, Бог обязательно пошло, от которого тебе нужен. Мне, например, Валя, для моего понимания, была слишком жестокой, вот первая моя спонсор, хотя и другого вроде бы и не было, но она делала то, что я очень, ну, была упёртой, и я такая была упёртой, что если бы на мою упёртость не было такого сопротивления писать 80 с лишним слов с переводом и с предложениями, кто его знает, я бы, может, в программе ты не осталась, не задержалась до одного денёчка, но вот так Бог меня любит, как мой муж любит говорить, пинцета меня вытащил, я как Мюнхгаузен за волосы себя вытягивалась, кобыла между ног и стрессиной, а тут раз, и Бог мне вот такое подарил трезвых, но откуда Влада и трезвых рядом не стояла, ну как, ну как, валялась, не знала, знала, что-то брежет за окном, мои вот эти запои, которые продолжались всё дольше и дольше, то ли это закат, то ли это восход, пойди разберись, ну что-то за окном меняется, а у меня жизнь мимо проходит, я валяюсь, сил не было помыться, эту голову помыть, потому что я узлом завязала и там супом уже хорошо в шине завели, из него пошили, но вот в этом состоянии находясь, как из этого могло получиться трезвой Влады, что к Богу могло быть под силу, никому более, а Владе нужен был такой спонсор, какой он был нужен, а сейчас у меня нежная, мягкая Фрэнни, которая как даст по голове иногда, но большей частью она мягкая, любящая, она вторую дочку похоронила во время ковида, умерла ее, то в 16 лет умерла от нашей болезни, вторая дочка 56, почти моя ровесница, и она все равно остается в программе в конце этого месяца 22 года тезонности отмечает, и я ее обожаю, вот она мне сейчас такая нужна, ее ни за что не променяю, молюсь ее здоровее и так далее, но я никогда не знала, какой мне спонсор нужен, если честно, я до сих пор не знаю, поэтому я думаю, что если искренное, честное, открытое, интуитивным, вот этим вот, установившимся контактом со своим Богом, обязательно будет тот, который нужен, обязательно. Да, Лаза, спасибо тебе большое, вопрос, спонсор всрыли, что делать? Это как мой муж рассказывает, пришел, говорит, так мечтал попасть, наконец, накопить три месяца, пришел, говорит, в госпиталь, там для нас специально был, в день выделен, нести вести, выздоровление приходит, да, там его спонсор сидит, красавчик. В детоксе. Ну, конечно, мне вот так не пришлось, слава тебе, Господи. У моих спонсора, моя Валя была, четыре цвета трезвая, умерла, и у моего спонсора 22 года будет трезвость, и у меня такого опыта нет. Ну, что делать? Мы же только что прочитали, работая с другими. Если только ты не делаешь спонсора своим Богом, ну, что с тобой будет, ничего не будет. Тебе спонсор сказал с Богом связь движения со мной, я посредник, но посредник сорвался, у него что-то случилось. Ну, найди другого посредника и продолжай свой контакт с Богом, так ведь? Ну, не конец света, ребята, не конец света, не такое проходило. Будешь еще неизвестно, как говорят, что иногда вот так и случается, а потом твой спонсор может стать твоим подспонсорным. И такие случаи я знаю на моих глазах. Да, да, спасибо, Влада. Вопрос Ксения спрашивает, как быстро ты передаешь шаги? В среднем. Я передаю шаги ровно столько, сколько они передаются. С кем-то это получается в три месяца, с кем-то год, с кем-то больше. Это у меня нет никакого правила. Кто-то пишет четвертый шаг, как и я, несколько месяцев. И это не потому, что я специально это делала и сильно откладывала. Мы по частям это разделяли. Я в неделю там писала по несколько этих обидчиков. Ну, просто, видимо, у меня их было много. И как это затянулось. Кто-то приходит уже, между прочим, уже со сделанными шагами и не хотят повторять то, что было сделано раньше. Например, новые какие-то, ну, вот эти номинанты, которые возникают, они только их прописывают. Поэтому, но быстрее трех-четырех месяцев у меня никогда опыта не было. Никогда опыта не было быстрее. Я не успею книжку быстро прочитать. Я читаю со всеми первые сто страниц. Как можно быстро прочитать? Я ж так не могу. При том, что когда еще с этой книжкой идешь, она тебе не дает. Она тебя заставляет останавливаться и заставляет переспрашивать и вопросы, и задания давать в конце каждой главы. Задания, задания, писанина, писанина. И это, конечно, будет процесс. Окей. Да, спасибо. Друзья, обратите внимание, седьмая традиция выложена в чате. Ксения спрашивает, можно название второй книги? Да, она на английском языке. Big Book Awakening называется. Давай проснуться. Awakening. Big Book Awakening. Если я не ошибаюсь, она не переведена на русский язык. К сожалению, если бы кто-то перевел, это сделал бы огромный, огромный вклад. Внес. Мы об этом много говорили. Моя Валечка собиралась перевести, но не успела. Проблема в том, что я не знаю зачем, но когда переводили русскую книжку, что они сделали, не поменяли страницы. Это единственное сложное. Тут мне не сложно, например, переводить то, что написано. Каждый раз надо находить другую страницу, другой параграф и другую линию. Это вот это нехорошо получается. Если бы они соблюдали страницы, как в американском варианте, легко находить все и переводить. Но они все страницы поменяли. Зачем они это сделали? Мне резентно. Окей. Хорошо. Вопрос тогда, Влада. Скажи мне, у тебя есть опыт спонсирования на английском языке? То есть спонсируешь ли ты местных по оригинальному тексту, по английскому? Отличается ли это от спонсирования по переводу большой книги на русском языке? У меня был опыт спонсирования на английском языке, но не дошли дальше четвертого шага. Девочка никогда не осталась в программе. Окей-то я открыта к этому, но я, видимо, перестала ходить на американские митинги так уж, чтобы была вовлечена в американское выздоровление так уж сильно. И особенно после того, как ковид начался, я вообще стала выздоравливать на Zoom. По сути дела, моя домашняя группа это женская русскоговорящая группа по вторникам и средам. И в связи с этим я подспонсорность нахожу только там. И все мои подспонсорные это на Zoom сегодня. у меня. Вот. Поэтому, да. И у меня нет никакой сложности сегодня читать и проводить на английском языке. Я, собственно говоря, для этого это и сделала. Я думала, что я не должна быть ограничена возможностями только для русскоговорящей аудитории. Я хотела быть полезной, потому что мне говорят, что у меня английский неплохой, и меня все понимают. и поэтому для того, чтобы у меня не было никаких проблем, потому я столько и написала на этих страницах очень много написано, чтобы у меня не было сложности передать смысл и значение этой книги для американской сфанцы. Но жизнь на этом не заканчивается. Может быть, еще все впереди. Спасибо, Влада. Тут просят «Ребята, можно ли твой контакт? Можно ли оставить твой контакт?» Ребята. Конечно, да. 347. Я выложу в чат. Да, у тебя есть в чате. Вот, я выложил есть контакт. В чате в принципе наше время, основное время нашего собрания подошло к концу. Мы так шикарно уложились. Но все-таки я хочу задать последний вопрос. Его задавали на прошлой неделе Гриша. Он не успел ответить на этот вопрос. Меня почему-то он заинтересовал. Я тоже слышу вот часто в русскоязычном сообществе, да, я не говорю, что этого нет в других сообществах, на других языках, просто опять же, будучи частью русскоязычного сообщества, я очень часто слышу вот это вот деление на ветки способств. В принципе, всегда была ветка такого-то ветка, такого-то мы шагаем по системе такой-то, системы такой-то, и резкое осуждение людей, которые шагают по-другому, да, то есть которые шагают неправильно, да, вот, как ты относишься к этому, да, вот, вот мы шагаем по ветке такой-то, это правильно, а если ты там делаешь, пишешь там четвертый шаг, там, колонки вдоль, поперек, да, то это неправильно, да, если ты там молишься один раз, а не двадцать раз, это неправильно, вот как ты к этому относишься, вот твой опыт. Мне смешно, мне с вас смешно, а по какой ветке вы пили, можно притесоваться? Да, да, отлично, 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 отлично ответ, вот, спасибо, Лада, давайте на этой оптимистичной, ноте, да, мы будем закрывать, наше собрание подошло к концу, как всегда, к сожалению, спасибо, что предоставили мне возможность провести эту встречу, друзья, еще раз напоминаю, седьмая традиция, седьмая традиция, это важно, Билл Уилсон говорил, когда мы выказываем щедрость, опуская деньги в шляпу, это служит признаком нашей благодарности за проявленное на милосердие и свидетельством острого желания поделиться тем, что мы обрели со все еще страдающими алкоголиками, вот, группа Ковчег приглашает на служение ведущих модераторов, вы можете обращаться к нашему секретарю Андрею, те, друзья, те, кто хочет, да, я напомню, что записи наших спикерских этого проекта, так и многих других можно услышать на нашем YouTube-канале Наши голоса, Наши с двумя А, на Аше голоса, А, кстати, заносила